Всем привет, всем здорово. Собрался ехать я на работу, опаздываю жёстко, конечно. Это же как всегда бывает с утра. Типа, времени впритык, но, блин, башка грязная, хочется освежиться. Схожу-ка я в душ на три минутки, что там только голову помыть. Потом в душ, это типа, знаете, в формате мемов. Потом в душ, а-а-а-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ни о чём не думаешь, веселишься. Выходишь, время не охренеть там уже. Просто бежать, бежать и бежать. Ну, на самом деле, видос-то не об этом. Видос о том, что я, наконец-то, сделал две вещи. Первое, это я поменял стекло на ласточке. И, в первую очередь, про это я его хочу рассказать. Посмотрите, пока изнутри, потом приедем, я покажу снаружи. Вот так вот выглядит стеклышко. Даже, видите, скотч. И поставил тонировочку. Ага, смотрите, видите, да? Ну, разница заметна. Ну, изнутри реально, как бы, нормально все не выглядит, что прямо темно, еще что-то. Вот. Ну, сейчас я вам расскажу, что, как, ставил там, где, как, выбирал. Потому что выбирал я довольно долго. Обзвонил, не знаю, наверное, 10 контор, которые занимаются стеклами. Внедрился, что называется. Ну, немножко изучил вообще вопрос. Уст. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Уст. Изучил немного вопрос по установке стекол. Какие стекла бывают. Вот. Ну, и сейчас вам, в принципе, расскажу. Стекла на десятку бывают, оказывается, разные. Ну, как оно и понятно. Все детали бывают разного производства. Я хочу, хотел, конечно же, поставить максимально качественные. То есть, чтобы не уступали заводским. А лучше еще и превосходили по характеристикам. Вот. Как оказалось, у нас в стране бывают китайские стекла. Ну, это редкость. И они там стоят дешево. То есть, ну, где-то тысячи две примерно стоят они. Может, чуть поменьше. Есть все, в основном, стекла завода из города Бор. Такой, видимо, стекольный завод. Вот. Поэтому все стекла борские. Какие, куда ни возьми. Все говорят, Бор, 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 Бор. Но в чем фишка? Я, когда обзванивал, узнавал цены, где, что, сколько стоит, мне говорили, что 3 500 с установкой. 3 500 с установкой борское стекло. И чаще всего говорили Бор стеклолюкс. Я, как незнающий человек, думал, ну, нормально. Потом полазил по форумам, почитал. И оказывается, в городе Бор есть куча стекольных производств. Есть самый, как бы, основной, старинный, это Борский стекольный завод. Чуваки из Бора или кто занимается стеклами, сразу не хочу, так сказать, может быть, если что-то я неправильно говорю, поправьте в комментариях, напишите. Ну, вот. Я говорю, насколько я узнал. Вот. Есть Борский стекольный завод. Он там с каких-то годов давних производит стекла. Является поставщиком стекол на АвтоВАЗ. То есть у меня стояло до этого стеклошко родное. Я потом посмотрел, изучил маркировку. Тоже я сделал фотки на всякий случай того стекла. Вот здесь в уголочке. Там в таком почти что круге, ну, почти, как бы, эллипс такой получается, да. Овал. Незаконченный. Надпись Бор. Вот здесь, кстати, вот в этом стекле точно такая же маркировка. Вот. Это обозначает, ну, это как раз их логотип. И в чем фишка? У них есть еще Борстеклолюкс. Тоже какое-то производство. Но это уже не тот завод. То есть это кто-то тоже производит в городе Бор. Ну, что называется, кооперативное, как немногие говорили, что это кооперативное стекло. И везде-то вот именно за 3500, как бы, хотят и предлагают поставить именно в основном. Я не говорю за всех. Я же везде не был, не смотрел, какие там у них стекла. Но в основном говорят, что это Бор, по крайней мере, на форумах, Борстеклолюкс. Ну, вот. Как человек незнающий, думаешь, Бор и Бор? А нет. Это не то же самое, что Борский стекольный завод основной. А немножечко другой завод. То есть по качеству. Не буду говорить за качеством. Может быть, там они одинаковые. Может быть, Борстеклолюксы лучше. Но это не оригинал, что называется. Вот. Ну, а сами понимаете, оригинал всегда ставить как-то предпочтительнее. Вот. И еще есть КМК. Или как вот на букву К как-то три буковки. Три буковки на букву К. Тоже это... Где-то говорят, что это китайские. Где-то говорят, что это Борские, просто кооперативные. Но смысл в том, что это как бы более дешевая категория. Стекол, которые делаются в том же городе Бор. Либо, может быть, в Китае. Но тоже кооперативные. И, может быть, заводик еще поменьше. Ну вот. Пропустим, пропустим. Автобусы тут обложили меня. Ну вот. Я хотел, конечно же, поставить оригинал. Обзвонил пачку контор. И везде, знаете, 3500 с установкой. Где-то 3200 с установкой. А когда ты говоришь, мне нужно стекло AGC. AGC это самое, как считается, самое качественное. Они говорят, о, это оригинал, он идет дороже. Где-то говорили, что с установкой это будет 4500. Но в основном 4300. То есть установка 1500 идет. И идет у них само стекло. Так, полторашка. Это 3200, что ли, ногу. Или 3000. Короче, вот где-то так вот. А стеклолюкс стоит 2000 стекло. 1500 установка. Ну, соответственно, 3500 получается. Я потом подумал. Насчет тонировки я не парился. Я думал, тонировку тут уже везде, даже в любом гараже, сделают более-менее нормально. Вот. Я потом подумал. Этот AGC, ну как вообще найти? И у меня, знаете, больше всего, что меня расстраивало. Мне чаще всего везде говорили. Бор стеклолюкс, типа, то же самое. Вы, типа, отличие не увидите. Вся фигня. Я думаю, ну я же хочу оригинал. Значит, я хочу оригинал. Я готов там немножко переплатить. Я уже собирался там за 4300 ставить. Но поставить оригинал. И я понимал, что куда ты не приедешь, есть вообще процентов 80 вероятности, что тебе поставят любое стекло, как незнающему человеку. А потом возьмут тебя там 3500 тихонечко. Ну и все, все отлично. Оригинал, оригинал. Да, 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 да. Бор. Бор, бор. Все, бор. А в этом бару там делается несколько разных стек. Короче, я зашел в интернет и просто стал искать AGC. Оригинальный, ну, да, официальный сайт. Нашел несколько там этих, таких официальных сайтов. Но, в принципе, я понял, что все это, ну, как бы один вычислил. Дистрибьюция. Где купить? То есть, кто является дистрибьюторами непосредственно у вот этой конторы официальной AGC. И нашел в Ижевске всего-навсего две конторы. Я про другие конторы не говорю. Наверняка они тоже покупают у каких-то дистрибьюторов. Может, у тех же самых AGC. Но на официальном сайте AGC было всего две конторы, которые занимаются этим. Это Ветро. Правда, там она числилась как Плаза. А есть и такая, и такая, и Плаза, и Ветро. Но телефоны все были Ветровские. Ветро это сайт, ну, такой, ну, видимо, который, который по России занимается стеклами, установкой стекол. Их довольно много. В разных городах. В моем городе две таких, ну, два филиала у них. Я позвонил, там, знаете, что, беспонтово, то, что через диспетчера, через тетеньку. Вообще, в большие конторы звонишь, там чаще всего через тетеньку. Тетенька, которая сама особо не разбирается, она говорит, я перезвоню, уточню все дела. Вот это вот немного напрягает. То есть, я когда Ветро позвонил, мне сказали 5 тысяч, короче, стекло от AGC оригинал. А остальные там еще дороже. Я такой думаю, охренеть. Ну, если 5,3 500, я, конечно, за 3 500 воткну. Это только стекло, плюс еще работа полторашку. И был там еще один чувак и П, короче. Я до этого много разных стекол обзвонил. Позвонил. Там прямо грамотный чувак, такое ощущение, что сам ставит. И, ну, так, знаете, бывает, некоторые звонишь, и там, как бы, ну, видно, что, ну, мужик там сам ставит. Ну, как-то, ну, не знаю, по стилю общения, как бы, все равно создается ощущение о человеке. Тут прямо чувствуется, что такой деловой, серьезненький мужичок. Ну, чаще всего вот так вот и было, более-менее таких на форумах я читал, да, на местных, где больше популярностью пользуются. Вот туда я звонил, и там примерно вот похоже было впечатление от разговора. То есть мужик, знающий свое дело, все быстро, бодро отвечает, серьезный. Вот. Тут я тоже позвонил. Все, он говорит, типа, да, мы, типа, являемся туда-сюда и возим AGC. Я говорю, в чем разница? Вот, говорит, стеклолюкс есть, есть КМК, тоже вроде как из Бора, но все кооператив. А AGC реально оригинал. И еще там я тоже выяснил, что, оказывается, AGC ставится на иномарке. Как бы, вот, значок. Завод AGC, а это был раньше Боровский. И вот эта корпорация, или, как бы, стекольное производство заграничной AGC, выкупила этот весь завод Бор, выкупила бренд Бор. И теперь под брендом Бор, продолжая делать этот же завод AGC, бедик какой-то, бед. Прошу прощения, просто чувак должен был ехать в другой ряд, встал и жмет, короче, меня еще. Едет медленно, не быстро, не медленно. Ну, так вот. И говорит, что на американские, ой, на иномарке, на стеклах, на стеклах ставится значок AGC. А на российские машины, там, на приоры, на десятки ставится значок Бор. Короче, вот такая вот фигня. И они мне озвучили цену оригинального белого прозрачного стекла в 3 500. Нет, 3 700, короче, у них было. Но у них было зелененькое. То есть вот тинт, что называется. То есть немножко такое, чуть-чуть атермальное стекло. Вот, я сказал, в чем разница. Сказали, что выглядит симпатичнее. Уменьшает поступление ультрафиолета в этот салон. Я говорю, выглядит-то как, ну, в смысле, в плане видимости из салона не хуже, чем прозрачно. Сказали, что абсолютно нет. Вы можете, типа, сами сравнить, что то, что другое. В зелененьком, говорят, даже еще четче. Можно, ну, как бы, вид. Мы, говорит, типа, по закупке там разница 100-200 рублей. Поэтому мы берем лучше все такие и покупаем практически все такие. Вот, чем просто прозрачные. Вот, и поэтому я... И стоит 3 700 с установкой. А вот в этом ветра, потом тетка перезвонила, сказала, я напутала туда-сюда. 4 350 под ключ будет с установкой. Но прозрачные, обычные. Зеленые, уже 5000, с установкой 6 500. Ну, вы понимаете разницу, да? Там, тут 3 700 с установкой. Там 3 500, ой, 5 700. Я долго разговаривал с ней, долго разговаривал там с мужиком. Понял, что стекла одинаковые. И поехал к мужику. Разница еще какая была. В этой ветра сказали, что они дают гарантию годовую. Расширенную гарантию. За 4 350 ставишь стекло. И дают гарантию на год. Если стекло разбивается... А, все дают пожизненную гарантию на установку. На вклейку стекла. То есть стекло начинает где-то там протекать, начинает отклеиваться, там что-то еще. Все, ты едешь, бесплатно меняешь. Пожизненная гарантия. Это вообще практически во всех стекольных мастерских. А ветра давали, единственная контора, где давали год гарантии на само стекло. То есть камень прилетит, там еще что-то, скол появится. Стекло разобьется, приезжаешь к ним, платишь только за работу. Стекло меняешь. Но... 4 350. Когда же я поехал к тому мужику, где за 3 700, я решил, что, блин, я ездил столько лет, 4 года ездил, и по своей глупости стекло разбилось. Больше мне ни разу ничего не прилетало. Хотя был соблазн поехать, воспользоваться гарантией. Что-то многое я пытаюсь информации, конечно, передать, многое болтаю. Но пытаюсь все, что было, не забыть. Ну вот. Потом в итоге мне мужик сказал, я не стал говорить, что там где-то дают гарантию, туда-сюда. Я говорю, вроде как у AGC должна быть годовая гарантия. Он говорит, да, годовая гарантия есть, но она идет только на AGC, где вот AGC написано, которая и стоит дороже. Вот. Набор. Я, говорит, без проблем дам гарантию за 700 рублей. То есть, ну, получается те же 4 300. Я, говорит, даю годовую гарантию вам на это стекло. Если вы 700 рублей доплачиваете. Все, как бы. В общем, схема такая же. Вот, можно ездить, что-то сломается, треснет. Ну, что-то вот еле едут ведь, а? Если что-то сломается, треснет, камень прилетит, без проблем меняем. Я, так как машину, все-таки думаю, как-то собираюсь продавать, хотя мне сейчас, пока мне всем она нравится, особенно, когда вот стекло новое поставил. Короче, я отказался от этой гарантии. За 3 700 зелененькая. Ну, и там же, везде сейчас делают тонировку. Я думаю, блин, столько времени. Я все думал про тонировку, потом так же и забуду про нее. И сказал, давайте еще и тонировку. Вот, и они закатали мне полусферу заднюю за 1600. Сначала мы договорились на 1500, они говорят, 1600. Я там сказал, ну, давайте, типа, скидку там туда-сюда. Они говорят, ну, 100 рублей, типа, скинем. Мужик говорит, ну, они думали, что у меня десятка. Потому что я сначала сказал на десятку, ну, чтобы там не заморачиваться. Вот. А потом они уже по факту говорят, у вас же, типа, не десятка, одиннадцатая. Там, типа, больше пленки уходит, ну, все дела. Все дела. Я говорю, ну, ладно, давайте. 1600 хотели, давайте, 1600 пусть и будет. Вот. Ну, и в итоге, получается, за 5300 мне поставили лобовуху. Причем это все быстро сделали. Ну, и три часа примерно она там еще стояла. Ну, знаете, чтобы, типа, это, нежелательному. Потом еще говорят, нужно на ночь ставить на ровную парковочку. Я так и поставил на ровную парковочку. Ну, и три года дают, кстати, гарантию на тонировку. Пожизненная гарантия на работу на стекло. Она немного грязная. Мне сказали, что, типа, лучше сейчас пока на мойку не ездить. Сказали, что дворниками можно пользоваться. Тут, типа, поаккуратней. Я поэтому решил пока не пользоваться. Думаю, пару дней поезжу. Пусть спокойно постоит. Ну, сегодня к вечеру поставил новые дворники. Дворники Фантом купил по 374 рубля в этом, в Ашане. Тоже покажу потом. Вот, купил бескаркасники силиконовые. Вот с таким они направлением. Ну, вот, прикольно тот же выглядит. Фантом. О, кстати, я забыл снять с них эти пластмассовые хреновины. Надо снять сейчас. Ну, и давайте покажу, как вообще тачка выглядит. Вот, красоточка. Вот такое стекло. Вот видите, бор. Это хрень. Тинт. Ну, это вот вся фигня. Такая же была у меня на моем стекле маркировка. Красота. Вон, даже скотч еще есть. Мне сказали, как отлетит, так отлетит. Ну, или сам отлепи. Я говорю, пусть пока будет. Вся тонировка изнутри приклеена. Ладно, чуваки, жестко опаздываю на работу. Ну, 20, наверное. На 15 минут опаздываю на работу. Пора, короче, бежать. В общем, вот такая фигня. Получается, по 347 в Ашане есть дворники. Просто Ашан был первый магазин, который по пути был, когда я ехал домой. Вот. У них там размера не было моего. В тренировочном я хотел тоже. У них же дворник купить. Ну, чтобы новые дворники поставить. У них не было моего размера. Вот. Поэтому я поехал по пути, был Ашан. Я думаю, большой магазин, заехал туда. А там, блин, тоже. Либо каркасники. Я что-то не хотел каркасники на лето ставить. Вот. И из бескаркасных только были такие. Либо какие-то еще китайские. Это тоже Китай. Но я тут же почитал в интернете. По Фантому отзывы хорошие. Ставят на разные машины. Там на иномарке ставят. Там еще куда. Это очень чуваки все пишут, что... Ну, так. Есть, конечно, отрицательные отзывы. Но в основном отзывы более-менее положительные. Поэтому купил эти Фантомы за 347. Ну, вот, получается, на 700 рублей, 750 даже, дворники. На 5300 все стекло. Итого на 6 рубасов опять вложился в ласточку. Но зато сделал то, что хотел. Давно хотел поставить тонировку. И давно хотел поменять стекло. Поставил нормальное стекло, а термальное, тинт, да, оригинал. То есть, ну, лучше стекла, я думаю, не найдешь. Вот такие пироги. Ладно, надеюсь, не слишком много болтал лишнего. Давайте всем пока. По рекомендациям, вот еще могу сказать, только ставьте бор. И знайте, что есть AGC, а есть стеклолюкс и всякие другие. Не хочу давать никакую антирекламу. Все это, видимо, идет от цены. То есть, чаще выбирают, что дешевле. Ну, вот такие вот есть нюансы. Ладно. Давайте всем пока. До скорых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал. Всего хорошего.